Я люблю вам на сон грядущий дать полюбоваться своей этой восхитительной бегонией. Знаете, не часто увидишь такой цветок, чтобы он весь был такой усыпанный, усыпанный цветами. И вы знаете, я вчера уже, что я делала, вот это вот, как бы такой, здесь же как такой куст и очень много стеблей. И я вот этот большой стебель вчера уже подвязала к палочке. Вот там вот палочка внутри, потому что я заметила, он очень сильно наклонился. Знаете, вот куст как бы начинает, ну как сказать, разваливаться вот в разные стороны. Ну, наверное, во-первых, потому что стебли уже эти такие высокие. Ну, потом, наверное, потому что очень много цветов. И я вот теперь думаю, может, надо уже некоторые цветочки, и так сказать, поудалять. А с другой стороны, у меня рука не поднимается это делать. Я думаю, уже, может, пусть будет, как будет с этим кустом. Кто его знает, удастся мне ли еще когда-нибудь в жизни поиметь такое восхитительное растение, в таком восхитительном цветении. Знаете, вот они так, как бы в сторону раздвинулись, эти стебли, и так красиво показывают. Ну, вот такие, конечно, цветочки уже можно поудалять, на которые, там, вот, они очень легко, они такие хрупкие, на которых уже лепестки становятся такие. Ну, а там, дальше, как бы я не рискую, и вы знаете, они так долго держатся, эти цветы. Такое потрясающее цветение. Вот именно, знаете, вот, ну, в полном смысле слова потрясающее такое цветение. Ну, вы уже видите это, как бы, вот, камера уходит от резкости. Вы видите это уже, там, в 151-й раз. А тем не менее, знаете, от этого, как бы, желание, вот, желание полюбоваться таким цветком не исчезает. У меня так, тем более. Я так утречком сразу и сюда на балкончик посмотреть, как она красиво цветет. И вот, смотрите, там же новые и новые бутоны в середине. Вообще, конечно, очень шикарное растение, такое красивое. Ой, если кому-то попадется такая бегония, покупайте. Ну, у меня тут и красная, как бы, не отстает по красоте. Это тоже такой, знаете, такой красивейшей расцветки. Я вот повспоминала, что я ездила, а, да, вот, смотрите, да, свет падает. Вот я так сейчас закрыла свет, и вот какой у нее настоящий цвет. А как только отойдешь, то она начинает какими-то желтыми пятнами делаться. Я вот вспомнила, что я ездила в какой-то баннинс покупать такую... Я там купила такую красивую оранжевую, оранжевую бегонию. Ну, как бы, нет у меня. Наверное, это из тех, которые ушли в свой рай. Это что-то никак не расцветет. Вот, хоть я ее и припугнула, и я ее даже немножечко брала в кухню и немножечко там, как бы, проредила, что ли. Ну, вот, бутоны есть, бутоны есть, ну, как-то она не расцветает. А в прошлом году у меня сцвела так красиво, ну, может быть, не так вот шикарно, как этот куст. Ну, тоже очень красиво. Если кто помнит, такая бело-розовая бегония. Не знаю, удастся ли мне найти это видео, чтобы положить его в конце, чтобы можно было посмотреть. Ну, если удастся, я в конце тогда его, так сказать, присоединю, чтобы можно было пойти и посмотреть. А вот это вот что-то у меня никак, никак, никаких там, знаете, листья так плотно-плотно. Ну, пока она, в общем-то, не собирается цвести. Ну, зато у меня герани выполняют норму и цветут, что называется. По-моему, уже пора некоторые немножечко цветочков этих поудалять. Почему? Потому что, ну, вот такие вот, вот такие я удаляю. А потому что, ну, зачем ей этой вот герани выращивать такой цветок на семена? То есть, как только растение начинает что-то выращивать на семена, у меня сразу такое подозрение, что это растение хочет заканчивать свое цветение. И поэтому я эти стараюсь такие вот по возможности, вот так вот, их просто удалять. Так, пошли туда удобрять окружающую среду. Ну, в этой стороне у меня тут зелень, 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 зелень. Такая замечательная, ой, господи, такая замечательная зелень. Гляньте, чесноки. То есть, чесноки растут на какой-то, ну, я не знаю, на силос растут. Так прекрасно, вы знаете, если у кого-то попадается проросший чеснок, посадите его. Причем, это не зимний чеснок, это такой, как бы, летний чеснок, и вот так вот можно его посадить и так использовать. Замечательно. Ой, ну, я так вышла, вот, с утречка полюбовалась своим садиком. И мне хорошо, приятно, красиво, и вам тоже приятно, красиво полюбоваться. Ой, ну, вообще, так вот, знаете, даже, а, это, страшно прикасаться. Я боюсь, они такие хрупкие, такие хрупкие, вот эти вот, вот эти вот, как ветви, ветви. Я даже не знаю, как это назвать. Побеги, ветви, правильно. Что, как только ты чуть-чуть, так, знаете, неаккуратно, если взяться за нее, то она сразу раз и отламывается, эта ветка. Поэтому я очень так осторожно и подвязывала вчера, очень, очень. Я их вот эти вот, эту и вот эту две связала между собой вместе, стянула так очень, очень осторожно. Ну, не знаю, посмотрю, как будет дальше, как будет продолжаться это цветение. Такое какое-то сумасшедшее цветение. Ну, и совсем, совсем уже на сон грядущий. Как бы полюбоваться вот такими двумя орхидеечками. Они чем-то похожи между собой, это мини-такие орхидеечки. Но отличаются, и здорово отличаются. Знаете, вот так вот с первого взгляда, когда смотришь, там, там, вот такие маленькие обои-обои, какие-то розовенькие. А вот нет, нет, они такие обе отличаются. Вот это вот слева, если у кого есть такая мини-орхидеечка, это называется Gypsy Festival, то есть цыганский праздник. Вот такая очень красивая, миленькая орхидеечка. У нее такие, смотрите, лепесточки в такую крапушку, крапушку, тоненькую-тоненькую, такую маленькую-маленькую крапушку, такой мини-мини-мини. Красивый язычок. Вот это вот немножечко с таким терракотовым оттенком лепесток. Очень красивая орхидея. Мне нравится она. Вообще, мне все мои орхидеи нравятся. Ну, вот знаете, некоторые нравятся больше, некоторые такие вот, как бы, привычные. Это я хочу развернуть ее и показать, какая она с этой стороны. С этой стороны у нее такие светлые лепесточки. Остался уже один цветочек, были еще цветочки. Ну, вот уже остался один, она его так давненько держит этот цветочек, такой красивый. А это вот орхидея Сантос. Я уже как-то ее показывала совсем недавно. Она, между прочим, очень капризничала, не хотела цвести, не распускалась долго. А потом решилась распуститься. У нее такие вот миленькие цветочки. Ну, вот, вроде бы, я говорю, с первого взгляда чем-то похожи они. А потом присматриваешься, нет, они такие разные. Ой, это такие красивые розовые, такого, не голубовато, а сиреневато, вот, сиреневато-розоватого оттенка. Красивые лепестки. У нее такой терракотовый, вот здесь вот язычок красивый. Ну, вот она уже два цветочка распустила, а один еще бутончик. Ой, в общем, такие красивые. Вот это вот нормально, когда вот так вот орхидея желтит листик. Ей положено желтить, она вот там растит новенький листик, а это ей положено раз в год отжелтить такой листик. И это, как бы, никаких проблем у орхидеи нету. В общем, вот так вот вы, на сон грядущий. Посмотрите на эту красоту. Потом можете спокойно засыпать. И пусть вам приснятся такие райские цветы. Цветы.